Всем привет! Вы на канале Носталки Лайф и мы продолжаем показывать вам игры от издательства Оэн Геймс. И настало время потюшек, друзья! Сегодня мы с Аней принимаем в гостях Пашу, Яну и Влада, а играть будем в класснючий Fake Artist Goes to New York, друзья! Погнали! Субтитры делал DimaTorzok Собирает блокнотичек маленький и вот такие небольшие маркеры. Мы блокнот этот использовать не будем, и маркеры взяли побольше, и лист. Я убираю эту сторонку, от игры у нас остаются жетончики, на которых ведущий будет писать загаданное слово, и стерочка, чтобы это стирать. Итак, один из игроков станет ведущим. Он придумает слово, ну и, соответственно, тему. Он скажет всем игрокам тему, а слово будет держать в секрете, вслух, но напишет его на карточке, ну вот на четырех жетонах. Он будет писать, например, там я загадал растение и кактус, всем сказал, что это будет растение, и написал кактус. Здесь написал, здесь кактус, здесь кактус. А здесь поставил крестик. То есть я знаю, что игрок, которому достанется этот жетон синий, он не будет знать, что все остальные рисуют, и он, соответственно, будет предателен. Я потом все это аккуратненько соберу. Ребята не знают, на каком жетончике я поставил крестик. Все это перемешаю и аккуратненько раздам, стараясь не стереть то, что я написал. Они посмотрят, каждый посмотрит, соответственно, нормальные будут знать, что они должны нарисовать кактус, а предатель не будет ничего понимать. Начиная с игрока, который сидит слева, ну в данном случае получилось, что с предателя, каждый игрок берет маркер соответствующего цвета и рисует по одной линии, непрерывной. Она может какой угодно быть. Можно нарисовать круг, квадрат, зигзаг, просто черточку. Все в их воле. И все. Каждый своим фломастером рисует какую-то черточку. Можно отдельно от остальных, можно создавать большую композицию. И так проходят два круга. То есть каждый своим фломастером нарисует что-то дважды на этом листе. После того, как все все нарисуют, мы посмотрим на это творчество, и на счет три игроки попытаются угадать, кто был предатель. Если все правильно угадывают предателя, то предатель имеет возможность попытаться угадать, какое слово они рисовали. То есть что они рисовали. И если он справится с этой задачей, то он и ведущий побеждают. Если же сразу игроки не смогут вычислить предателя, то предатель и ведущий в этом случае тоже побеждают. Я загадал слово. Итак, тема у нас «Супергеройка». Началось. Вот Владислав шарит. Давайте так, сделаем проще, если мы... А, нет, нет, все правильно, да. Супергеройка не нормальная тема. Человек-клей из 1937 года. А что такое супергеройка? Ну, типа, давайте так. Это не супергерой, это супергеройка. Супергерой. Вот так, наверное, будет супергерой. Правильно, да. Что-то важно. Потому что, если бы я загадал цветы, я бы не беру растения, я бы сказал «цветы», правильно? Я же бы и так говорил. Категория какую-то... Ладно, задушнил, а, задушнил. Супергерой, хорошо. Супергерой. Наверное, так будет проще всего. Супергерой. Тандардевил, я знаю. Надеюсь, что это что-то не из DC. Итак, Аня зеленый, желтый, розовый и синий. И Анечка начинает. Не подведите меня. Спасибо. Супергерой. Ты можешь продолжить рисунок, а можешь свой рисовать. Можешь... Ну, то есть, нет никаких ограничений. Ты художник, ты так и видишь. А мы как-то ориентацию смотрим? Или каждый для себя решает? Не-не, каждый как... Понимаешь, никто не знает, кто что рисует. В этом прикол. Да. Да. Угу, да. Я не знаю, что вы рисуете, честно говоря. Влад, ну не полись, раз ты предатель. Не полись сразу. Это яичница из колбасы и огурца. Ты точно три слова одинаковых написал? Да. Есть вопрос тут? А вы точно поняли задание? Суперкролик? Какая неотрывная линия. В принципе, она можно было найти. Что это такое? у меня есть одно приколожение что вот нарисовал ну ладно мне кажется это полноценная картина все оторвал итак у нас закончились рисовашки у нас закончились рисовашки господа я считаю до пяти и призываю вас указать на того кто по вашему мнению является поддельным художником раз два до пяти три четыре пять и так большинство проголосовало за яну я вскрою это еще не победа у яна есть возможность угадать что же мы рисовали вы думаете это возможно да 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 так ну давайте это будет супергерой ну зевс пусть будет какой-нибудь супергерой дед ну неплохая попутка на самом деле ну ребятки откройте слова Халк крушен не зря же видишь мы шортики нарисовали как вы поняли что это яна сердечко не но вот эта штука тоже меня смутил ну да она голову нарисовала это рот должен был быть вот рот вот же рот так рот после того появился мне это глаза я первая рисовала это рот это рот это был рот когда Халк такой вот я такой думал странные глаза нарисовала ну ладно вот тебе рот просто паша нарисовала нормальный рот я нарисовала голову это конечно сердечко нарисовала что ну как бы человек типа что тут добавлять ну согласно добавлять сейчас я предатель хорошо хорошо не но когда Влад нарисовал целиком Халк я такой ну ладно а когда Паша нарисовал пять бицух ему блин и когда Влад наоборот с одной стороны у другого с другой но у меня кстати не знаю слова не так что прям понятно что это Халк просто какая-то вообще какая-то клешня похожая в шортиках с бицухами никто не стал футболки рисовать моя задача как ведущего постараться загадать такое слово чтобы вам было сложнее угадать потом фальшивого художника даже если он не очень понимает что происходит поэтому ну такое если бы я правда кактус сказал и Янка бы не поняла ее раскусить было бы сильно проще ну мне кажется потому что ну кактус это кактус а Халк это ну типа такое тут вот вы начали рисовать что-то за амеблок а Влад вообще тут сосисы нарисовал все такое смотрите друзья в целом это вся игра то есть вот просто это вот так играется без очков без ничего просто до победы это было быстро поэтому мы сейчас определим нового ведущего и сыграем еще раз чтобы показать вам новые художественные инсинуации кто будет ведущим давайте кубик а давайте кубик один спасибо шесть укола претендент четыре четыре и три итак Анька становится ведущим стирает наши планшетики и придумывает новое слово и категорию а мы меняем бумажечку Расскажи почему ты пугал Халка а не Дар Девила скажем блин ну сорви голова это слишком сложно прям слишком сложно а Халк ну хотя бы в такой масс-культуре есть он не только те кто читает комиксы знают Халка и киношки смотрели и он на постерах на том на севом поэтому ну я не знаю неужели ты не знаешь кто такой Халк да знаю конечно кто такой Халк я его не не узнала вообще во-первых меня сильно смутило что там две руки ну с двух сторон эти руки а что и здесь нарисовал да и здесь и здесь ну что такое это что-то оттуда и оттуда я не понял нафига Влад нарисовал он не понял где рот не не я только понял он такой думал ну блин я хочу сюда нарисовать гигианские кулаки понятно ну забавно тем более я как бы сразу сказал что я не предатель понятно у меня была очень крутая ситуация я был предателем была загадана пицца я нарисовал квадратик и все таки сразу ну типа пицца и квадратик угораешь что ли и начали рисовать кружочки рядом я понимаю я начинаю понимать что это что-то там ну что-то такое потом до меня доходит что это скорее всего пицца и я от этого квадратика рисую блюдо и продолжаю в ручку типа это противень такой для пиццы большой народ такой ну ладно вроде знает что делать вот и в итоге не смогли угадать ты хоть помнишь кому ты крестик нарисовала тема какая у нас тема постройка тройка опа на задумался ну тут все понятно ну да сразу все ясно да это занословать все не не тихо не вот мы точно совместную картину рисуем я вроде одного предателя раздаваю вы как бы вы угораете ребята а если блины сюда помнить мне я ладно давай там кандинский закатом как строение да ладно сложно переплюнуть это твой предыдущий шлемер уже видишь все побегут но ты постарайся ты же оторвал руку что ты делаешь смотри все я там а тут же продолжил ой как удобно ну чтобы не двигать листочек мне тянуться налегу какая-то грязная грязная игра какая-то ой не на той стороне это самый сложный выбор в моей жизни что выбираем да готовы и считаешь до пяти давайте раз два три четыре пять так два голоса за Яну один голос за Пасху один за Влада так что Яну вскрывайся ну давай да да слушай вот что это такое что это за ахтунг что-то реально все непонятно клюшками какие-то крокодилы нарисовывают это мост который идет к замку это ворота главная а почему они поверх моего острова да а причем не совсем острову блять а какой остров в смысле замок строился на острове обычно вокруг него вода а почему не была мысль что это вроде как какой-то озер вот такой какой-нибудь типа условно ну вот-вот я же начала и продолжил бы его ну вот я подумал типа Тимур как раз башенку настроил да да молодец Тимур просто повторил ну типа я нифига не понял вот нифига не понял типа один нарисовал полуовал Угу Яна нарисовала кракозябры а Влад нарисовал приход просто он просто выпил таблеток от головы ему стало хорошо вот вот примерно так это вот замок ты сама сказала что замок на острове окей вот мост через окей это река типа это река с одной и с другой стороны а вот это что за конструкция это это вход окей а вот это вот это идет стена вот она пошла дальше а почему она под входом это верхушка башен замка это почему стена вот такая она вот здесь ну это я решила объединить башенки одним зданием а вот квадрат зачем нет вот так бы я еще ты делаешь вот так вот я думаю о наша потом такой оп оп ну чтобы слишком очевидно не было что это вот так нужно все объединить я решила выделить это короче все переиграли друг друга а мы победили семья только словно там стоит просто смотрит на меня своим замком и я такая ммм что думать то много замок есть замок замок ну что друзья вот так весело играть фейк артист goes to нью-йорк ну что мы обычно начинаем обсуждать игру с победителя но тут мы две партии скатали давайте начнем с пашки потому что он вообще впервые играет фейк артисты поделись своим впечатлением ну прикольная такая вариация игры зайцы spyfall то есть опять таки один человек не знает остальные как бы знают но пытаются не выдать себя и он тоже старается угодить всем ну вот вариация с рисованием мне нравится больше чем просто из головы выдумывать там локацию где ты находишься и так далее потому что здесь даже если ты ну словно шпион ты можешь простым движением простой линии как бы вполне себе оправдаться но с другой стороны когда я вот рисовал условный остров я понимаю что ну оно такое подозрительное но хороший фундамент в прямом смысле для того чтобы дальше этот замок рисовать и ты пытаешься взвешивать что вы как бы тебя ну главное чтобы тебя поняли поняли да потому что вот мой фундамент никто не понял не поняли особенно видимо с моего ракурса тебе больше надо было водичку водичку да продолжить еще вокруг вот ну мне понравилось да прикольно вот лучшая вариация этих трех игр я бы наверное больше за нее сел бы чем за вот эти аналоги я ну я очень люблю эту игру она для меня прям настолько веселая что первой партии я помню что мы играли в них просто мы со слезами на глазах уходили после этих партий истеричных вот классно весело здорово прям ну одна из таких потюх которая прям навсегда наверное в сердечке и в такой маленькой коробочке удобно всегда с собой куда-то взять просто разложить и веселиться она прекрасная игра обожаю я согласен поддерживаю одна из классных таких маленьких потюх и размер коробочки на самом деле там нужны маркеры только разноцветные вот и ну всем кому показывал все были очень рады и говорили давай еще давай еще весело чем больше людей тем сложнее веселее можно разные усложнять задания каких-то героев там давать и так далее это уже зависит от вашей фантазии но когда кто-то начинает рисовать и потом что-то не сходится либо не получается и потом выясняется что это было там так или не так очень весело как у нас был Петрис загадан и кто-то рисовал полеменожки а кто-то это ну визуализировал для себя рисуя непосредственно саму игру Тетрис и у нас народ сломался и не понимал типа в каком-то момент полеменожки переходили в экран вот в эти в части Тетриса люди рисовали Тетрис но каждый представлялся Тетрис по-разному это было это была жесть в общем я тут вряд ли много чего добавлю обожаю фейк-артис несмотря на то что по сути в него можно играть дома просто набором бумажек ну так то прикольно что ну это условно дорожная версия тебе все за тебя все придумали тебе положили маленькие фломастеры маленький блокнотик есть версия побольше она в два раза толще что ли а есть в два раза толще а есть в два раза шире как 9iles panic и соответственно та которая в два раза шире у нее блокнот не такой махонький а блокнот больше то есть на нем больше видно но в целом вот такую штуку достань в поезде или где-нибудь но прикольно ну и стираем эти штучки то есть многоразовые хорошая хорошая игра я помню как мы впервые в нее поиграли я был прям в диком восторге и первое что я себе купил просто чисто для коллекции не должен новый воинг какой-то попробовать или для коллекции вот фейк артист был одной из первых игр и мы нашли у себя дома потом открытку которую привезли из эссена мы в девятнадцатом году привезли игру которую сейчас ну купить непросто но на стенде еще получили открытку в подарок оказывается на открытке обложка фейк артиста это это такое милое совпадение очень прикольно мне нечего добавить вы все сказали как сказал тимур в эту игру можно играть и без коробки вот у вас есть просто не знаю карточки придумали на них что-то написали там сами кому-то не написали вот порезали бумажки и взяли фломастер просто рисуете я таскала ее на работу как-то и мы играли на этой на белой доске маркерной да да вот то есть тоже всем понравилось хотя я вот сказала бы что там не то чтобы прям настольщики но они тут гоняют в черную розу и я такая поэтому мне кажется что подойдет многим людям с разными вкусами потому что просто повеселиться трясти время весело ну потюха в прямом смысле прям это прям потюха-потюха спасибо вам ребятки за две веселющих партии очень классно поиграли вам спасибо за просмотр надеюсь вам понравилось так же как и нам было весело и не пропускайте свеженький уцплей по ойн геймс мы рады что вы смотрите и поддерживаете ставьте лайки подписывайтесь на канал увидимся в следующий раз всем пока